Всем привет, друзья! Вы на канале Солена, и здесь мы говорим о самом главном. И сегодня у нас вопрос такой с вами. Почему, собственно говоря, женщина влюбляется часто в сложных, каких-то сложных мужчин? Вот каких-то... Нравятся ей какие-то, что ли, извращенцы, либо какие-то... Какие-то... Какие-то мужчины, которые такие вот иногда недоступные, иногда будоражащие, иногда просто не дающиеся, не поддающиеся. Давайте с вами разберем, а? Думаю, тема ваша. Во-первых, мы влюбляемся часто по различным причинам. И иногда это абсолютно какие-то непонятные истории с нашей психикой, с нашей физикой. Ну вот посмотрела, улыбнулся и вроде бы как зашло. И что дальше? Что дальше? А дальше могут происходить совершенно разные вещи. Или она идет за мужчиной, потому что он недоступен. Он какой-то такой весь красавчик, весь такой он богатенький, такой вот мальчик с обложки журнала. А она увидела, а он еще и не дается. Да. Другой момент, когда она вся из себя, и он, ну, а-ля бомжара, да, который пьет пиво, там еще что-то делает. Почему ее тянет? Почему ее тянет туда? Иногда я понимаю, что я в какой-то такой позиции, которая меня напрягает. В позиции жертвы, в позиции какой-то непонятной истории, которая просто не поддается решению. Тогда я ищу какого-то убогенького, за которым я буду либо смотреть, либо которому я буду помогать, либо которому что я буду делать. Еще один момент, на который просто для себя важно обращать внимание, если я влюбляюсь, да, я притягиваю к себе партнера или кого я притягиваю. Каждый раз, когда ты понимаешь, что нужно кого-то притянуть в свою жизнь, нужно с кем-то сойтись, что происходит? Происходит часто момент, который называется ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я притягиваю, потому что либо мне сейчас больно, либо мне сейчас страшно, либо мне сейчас как? Мне сейчас определи, как тебе сейчас? И почему в твою жизнь приходят моменты такие, которые сложно разделять с другими? Потому что, потому что будешь выбирать, будешь выбирать быть с тем, с кем многие не хотят. Еще один момент, если я выбираю в своей жизни какого-то уродца, да, морального какого-то, почему мне это выгодно, почему мне это нужно? Были ли у меня казусы в отношениях с родителями? Какая модель была там? А может быть, я себя недооценю? Может, у меня проблемы вообще с отношениями с собой? Поэтому я, простите, можно срать в себя едой, водой? А можно, ну, как бы, отношениями? Это же тоже выход самоуничижения. Но это правда. И еще один момент, если вы хотите справляться с историей, которая называется «Прямо сейчас мне нужно с этим что-то делать», но я притягиваю постоянно каких-то таких неосознанно мужчин, которые вообще неинтересные для меня. Я должна понять для себя, что, от чего я бегу, почему мне нужно, что я в жизни, что я в жизни теряю, почему я хочу, чтобы приходили какие-то личности, которые, ну, абсолютно, абсолютно для меня не Копенгаген. Ну, абсолютно мне не нужны, не важны, не значимы, не интересны, вообще никакие. Это очень важно для себя понимать. И еще один простой момент – это желание быть с другими. Для чего? Почему? Почему вы хотите быть с другими, которые ниже вас, либо вообще вам недоступны? Ведь бывает, влюбляешься в какого-то Алан Делона, да? И что ты хочешь доказать? Что ты хочешь доказать себе? Что ты хочешь доказать миру? Что он для меня недоступен? И что тогда? Что тогда ты будешь делать? Это очень просто ответить на все эти вопросы и понять, что на самом деле происходит с тобой, с твоими отношениями и с твоим мышлением. Если ты это делаешь с психотерапевтом – здорово, если ты это делаешь сама – тоже неплохо, но обязательно это сделай. И отношения с мужчинами, которые не даются, они часто нужны женщине, которая сама находится неосознанно в каком-то критическом ментальном процессе. Ментальная жвачка, она не осознает, но происходит моменты какого-то стресса. И да, да, поэтому мне нужен кто-то другой, которого либо он недосягаем, либо он наоборот, простите, корм подножный, а я тут такая вся принцесса, и я иду туда, чтобы… Чтобы что? Сразу вопрос. Чтобы что? И еще последнее. Напиши мне под видео, есть ли у тебя проблемы в отношениях с мужчинами и какие. Иногда это какие-то временные моменты, иногда это моменты длительного стресса. Какие моменты, какие у тебя вопросы?